Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStableQuestChance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас следующий выпуск покупки лошади для подписчика, и сегодня это будет неожиданный выпуск, так как подписчица, хозяйка данного аккаунта, спустя время, пока мы готовились к съемкам данного видосика, попросила закупиться не одной, а сразу двумя лошадками на ее аккаунт. Причем требования немножко меняются, в зависимости от того, покупаю я первую лошадь, ко второй лошади добавляется требование, что это может быть тяжек. Также мы сейчас почитаем историю дарованного персонажа, познакомимся с ним поближе и будем уже конкретно искать, какую же лошадку, точнее каких лошадок мы купим Диане в этом видосике. Так что устраивайтесь поудобнее или же оседлайте своих коней и поехали! Итак, вот конюшня Дианы, у нее почти полная конюшня, по-моему максимально расширенная, нет, почти остался последний кусочек, заполненная до максимума, только без последнего расширения и полторы страницы лошадей на пастбище. Но прежде чем мы начнем их разглядывать, рассматривать, давайте же познакомимся с этим персонажем и какая у него история. Маленькая девочка жила в небольшом поселке на окраине Юльвика. С самого детства ее тянуло очень сильно к лошадям и когда появилась возможность, родители катали девочку верхом. Несмотря на то, что в тот день она упала с лошади, это не отбило желание любить их и она загорелась еще большим желанием находиться рядом с ними. После того, как девочка выросла, ее мечта о лошади так и не осуществилась, пока та уже взрослая не переехала жить на винограднике к баронессе, где она и устроилась работать с ее статными лошадьми на конюшню. Через какое-то время баронесса увидела в девушке огонь в глазах и переданную любовь к лошадям. Та подарила ей свою первую породистую кобылу светлой серой мастер по кличке Дезерт Роуз, которая занимала почетные места в конкуре и хорошо проявляет себя в истке. Девушка была настолько счастлива, что и мечта осуществилась, что стала заниматься разведением лошадей. Год за годом у нее появлялись новые лошади. Та или иная лошадь для девушки имеет особое значение и каждое имя лошади дано ей неспроста. По сей день девушка помогает баронессе, но не забывает про себя и своих лошадей. Она усердно с ними занимается и мечтает когда-нибудь начать заниматься коном спорта. То есть, что мы понимаем из этого рассказа? В хоть такие веки у нас персонаж не занимается коном спорта, не начинает им заниматься, не имеет какой-либо уже ранг или статус в коном спорте, а в принципе им не занимается. Но при этом она мечтает когда-нибудь им заниматься. В конюшне, правда, уже есть лошади, которые идеально подходят для той же самой выездки. Это голландская, лепицианы, потом я вижу пасафина, арабы, фризы, бельгийцы. На самом деле у нее очень много лошадей и, если честно, я уже даже и не знаю, какого бы ей покупать. Так, давайте быстренько просмотрим, кто у нее есть. Давайте же посмотрим, какие требования к покупке лошади. Начнем с первой лошади на данном аккаунте. Именно английском мне придется перезаходить. Третьего поколения категория спортивная для первой лошади. Для второй лошади дается разрешение, что можно взять и тяжика. Вот это, кстати, очень интересно, будет сложновато искать сразу. Вот это, кстати, очень интересно, будет сложновато искать сразу две породы, но мы все равно справимся. Недоуздок можешь не покупать, а вот сет на твое усмотрение. Обычно вроде как наоборот. Недоуздок хочешь можешь брать, можешь не брать, амуницию не покупать. Стрижка на твое усмотрение, кроме бритой на лосо. Ну что ж, ребята, это очень интересно. Сейчас мы посидим, подумаем еще раз. Я более глобально изучу ее конюшню. И мы отправимся на закупку двух лошадок для Дианы. Я решила, что не буду перезаходить прямо сейчас. А вначале мы отправимся, посмотрим несколько пород, полистаем масти. И только после того, как я найду уже тех лошадей, которые мы сегодня будем выкупать, я тогда перезайду, чтобы называть их уже на английском языке. Ну что ж, отправляемся на поиски. Ну что ж, уезжать далеко мы не стали. И начнем вначале смотреть лошадей, которые продаются как раз-таки на виноградниках. И вот, кстати, я немножечко не уследила. У нее нет английской чистокровной. А вот это большое для меня удивление. Может быть, это будет одна из тех лошадей, которые мы сегодня купим. Правда, я не знаю, совершенно не знаю, какой масти. Но они, если честно, не особо выисковые. А именно, для покупки было решено, что в приоритете у нас для первой лошади это спорт. Ну хотя, в принципе, вроде и не так уж и плохо, конечно же. Да и смотрятся они хорошо. Конечно, проблемы с амуницией. Я не помню, на кого у нас новая амуниция надевается, на кого нет. Но ведь все-таки это все те же третье поколение. Просто все еще не расширенные разработчиками. И потом у меня появилась безумная идея. Это вот этот Ахалтикинис. Ну вы просто гляньте, как они смотрятся. У нее еще волосы такие серебристые, косички. И мне кажется, они хорошо сочетаются. Прям очень-очень сильно мне зацепил этот Ахалтикинис. И я не могу перестать о нем думать. Так, но это все лошади, которые мы здесь будем смотреть. Андалузов мы не трогаем. Не хочу я Андалуза. Лузитана у нее есть. Голландские у нее тоже уже в конюшне. Аж, по-моему, две масти. Две же. Раз. Два. Нет, две. Две масти у нее есть. Так что на этом мы закончили. Отправляемся в следующий пункт нашего назначения. Который будет очень неожиданным. Итак, мы прибыли в Дунду. Так как вторая категория допускает покупку тяжика. И вот здесь есть одна такая полузабытая порода. Можно сказать родоначальник наших шаров и перширонов. Это клейды сдали. И да, не удивляйтесь, но возможно почти все лошади, которых мы сегодня будем вместе с вами смотреть, будут серебристо. Какой-либо серебристой масти. Потому что мне кажется, они очень красиво смотрятся с хозяйкой. С этим аккаунтом. Так. Наверное, вот эта прическа. Ну, собственно, не сильно отличается от того самого халтикенца, которого я смотрела. Только тот более такой кремово-туманный. А этот именно серенький. Ой, ну слушайте, а мне он нравится. Так, ладно, Даша, спокойно. Давай ты не будешь покупать сходу лошадь, которая тебе понравилась прям с выстрела Купидона. Но... Ай, нет. Нет, 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 ребят, да. Мне кажется, да. Я пока не буду заикаться, но вот его мы берем процентов 70. То есть, все, его мы закрепляем, как вторую лошадь. И пока что поедем еще. Мы сейчас еще и других пород посмотрим. И я, кстати, забыла зачитать вам, какие лошади запрещены к покупке. Нам запрещены кучеряшки. И финские. Канемары покупать я не хочу. Потому что они все-таки достаточно маленькие. Все-таки класс, можно сказать, пони. И поэтому они нам не подходят. С северо-швед. У нее есть вот этот вот красавец. Вот эта симпатяшка. Саловой масти. И другой, если честно, я у нее как бы не желаю видеть в конюшне. То есть, это не то. Так. Хорошо. Давайте вспоминать, где у нас еще есть лошади. Так, я вспомнила. Вспомнила. Все. Едем дальше. Следующая остановка. Конюшня Нью-Хилкраст. И вот она, родина старых, самых классных лошадей. Которые продавались здесь во времена третьего, второго, вернее, поколения. Сейчас здесь абсолютно пусто. Прям даже как-то очень грустно. Но Нью-Хилкраст все равно может предложить нам исландских лошадок. Поэтому грех не воспользоваться этим приглашением. Так. Какие масти? У нее же нет исландской лошади. Правильно? Я правильно все помню? Божечки, скажите, что у нее нету исландца. Нету. Ну, по идее, надо в спортивную. То есть, у меня выбор, какую вторую лошадь покупать. Это не честно. Но я бы и купила исландца, и КВД сдали, наверное. И я не знаю. Я не знаю, почему это оказывается так сложно. Мне с каждым разом начинается все больше нравиться записывать для вас покупки лошади друзьям или подписчикам. Потому что каждый раз это абсолютно разные ситуации. Прям вообще кардинально отличающиеся. И каждый раз это все сложнее и сложнее выбирать, какую же лошадь покупать тому или иному человеку. Ой, знаете, я, пожалуй, пойду уточню у хозяйки, точно ли мы должны покупать первую лошадь спортивную. Или же мы можем сделать смягчение во благо этой прелести. Так, ну что ж, ребята, я узнала. Оказывается, нам не обязательно покупать какую-либо спортивную лошадку. Поэтому сейчас будем выбирать между двух исландцев. И тоже будем закреплять. Я не гарантирую, что мы все-таки их купим. Но мне нравится, когда есть из чего выбирать. Это очень интригует. И в этом случае я не могу определиться между вот этими двумя красавчиками. Вот они оба выглядят хорошо. Прям очень-очень симпатично. Почему у нас нет функции посмотреть, как персонаж именно смотрится верхом на какой-либо из этих лошадок. Мне было сказано, главное, чтобы не было двух тяжиков. Ну, я так понимаю, что главное, чтобы не было двух поней на этот случай. Но все равно, кого же выбрать? Пошечки, вы такие красивые все. О, я забыла, что у вас еще есть и такая стрижка. А-а-а, это меняет дело, наверное. Как это сложно. Знаете, вот в такой одежде, в которой она сейчас, мне кажется, вот больше ей вот этот пеги красавчик подходит. Ну вот не знаю. Не могу я. Ну, тю-тю-тю-тю-тю. Все, не могу. Спокойно, спокойно, Даша, спокойно. Мы не покупаем всех подряд. Так, ладно. Но, 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 но. Значит, делаем закрепление. Значит, запоминаем. Клэйдэсдаль в дундуле. Исландец пеги здесь. Так. А теперь надо быстренько пошевелить мозгами. И вспомнить, где еще можно найти симпатичных лошадок. Знаете, я побегала практически по всему Юрвику среди тех пород, которые у нее уже есть. И которые я смотрю. Сейчас мы отправимся в последнюю точку моих мыслей. На последнее место продажи лошадей. И если мы там ничего не найдем, то, я думаю, ответ очевиден. Я даже вам не буду показывать, каких лошадей я тут смотрела. Потому что нет, ребята. Нет. Я не знаю, кого еще брать этому человеку. Хотя, в конюшне золотого листа я нашла одну лошадь, которая мне понравилась для этого персонажа. Но, все равно, почему-то в моих глазах она проигрывает двум предыдущим вариантам. Так что, мы перезаходим и идем покупать двух красавчиков. Ну, что ж, дорогие друзья. Вот мы и перезашли, и мы идем покупать вначале вот этого красавца Исландика. Так, с вот этой прической. А может быть и не с этой прической? Я не знаю, он и так, и так, и очаровашка. Давайте, наверное, мы не будем его трогать. И если хозяйка захочет, сама его переделает. Потому что, согласитесь, такая очаровательная. И просто, если у человека нет ни одного исландца, И тут есть возможность, как цитирую, было сказано. Возможно, я кого-то пропустила. Возможно, на кого-то не обратила внимания. И не купила раньше. Интересно посмотреть, кого ты купишь. Вот, поэтому, да, интерес подогревает. Поэтому сегодня мы будем здесь покупать вначале этого исландика. Так, за 950 старкоинцев. Давайте это будет взрослая кобылка. У меня не было никаких идей после Блэки. Но в итоге это будет кобылка взрослая. Аврора Виздом. То бишь, в переводе, это будет мудрость Авроры. Я считаю, для такой невысокой лошадки с очень красивой мастью, Действительно, она очень красивая. И копытца, и масть, и грима, и мордашка. Просто самоочарование. Иметь некое такое романтическое, Но при этом с некой ноткой секретности, Или, не знаю, неожиданности имя. Почему бы не назвать прекрасную леди по имени Мудрость Авроры. Я считаю, это будет очень симпатично и очень загадочно. Так что, да, сейчас мы ее купим. Взрослая кобылка. Исландская лошадь. Третьего поколения пега и масти. Аврора Виздом. Мудрость Авроры. И мы ее покупаем. Божечки, страшно-то как. Да? О, боже мой. Просто посмотрите, как они прекрасно сочетаются. Я надеюсь, что вот этот образ хозяйки постоянен. А это не единичный случай, когда она решила так переодеться. Потому что это было бы очень-очень грустно и очень-очень жалко. Так, ну что ж, ребята, ура! Мы купили первую лошадку. Ну а теперь отправляемся в Дунду забирать нашего большого друга. Так, ребятушки, вот мы и подъезжаем. Где ты, где ты, где ты, где ты? Вот ты наш красавчик. Так, по-моему, я тебе делала вот эту гриву. Я обычно не люблю такое сочетание, когда светлое тело и темная грива. Не люблю, но это как бы не мой персонаж. У него своя атмосфера. И я к этой атмосфере чувствую именно вот это прекраснейшее создание. Вместе с прической... А здесь я точно хочу переделать прическу. Будет стоить 769 старкоинсов. Это будет взрослый, точно, жеребец. Так, и у меня была идея назвать его Серебряный Шторм. Сильвер Сторм. Ну, сейчас мы еще посмотрим. Может быть, что-то получше найдем. А знаете, нет, я посидела, подумала, да даже с переводчиком посидела. И поняла, что Сильвер Сторм это то имя, которое я хочу дать этому прекрасному мальчику. Ну, посмотрите, какой очаровашка. Он такой классный, лохматый, тоже с щеточками. Да еще и розовый носик, и очаровательные, голубые, даже, я бы сказала, синенькие глазки. Так что, все, взрослый, жеребец, Сильвер Сторм. О, боже мой, я прям даже не верю тоже. Вторая лошадка, вторая лошадка сразу в одну покупку. Это просто, это, это... Вау. Неожиданно. Ау! Боже мой, какой хорист! Извините, ребята, извините. Я сто лет не покупала Клейдес Даля. Последний раз, кстати, единственный. Я его покупала к себе на основной аккаунт. А потом, когда я его имела глупость продать вместе с другими лошадьми, я его перепокупала заново. И с тех пор больше не покупала. Ну что ж, ребята, все. Мы выполнили условия. Две лошади куплены. Одна из которых, допустимо, тяжек. Вторая не тяжек. Так, так что, давайте же отправимся на конюшню. Мы должны посмотреть амуницию. Амуницию. Я надеюсь, что у нее амуниции в шкафу много. Я не знаю. И мы сможем подобрать этой парочке сразу костюм, скажем так, для встречи с их хозяйкой. Так, один красавчик у нас уже оказался здесь. А второго я, конечно, бы не хотела их перетаскивать. Но у меня нет выбора. Мы делаем вот так. Так, и вот так. Вот, да. Наших два сереньких. Серый, точнее, один. И ворона пег... Ворона... Ворона серая? Черно-белая, в общем, пегая лошадка. Давайте начнем с нее. Ой, ты боже мой, ну как вы классно смотритесь, ребятушки. Мое сердце то и пищит от этой милоты. Просто идеально. Я довольна. Я собой лично довольна. Так, сейчас быстренько что-нибудь тоже тут найдем. Во! Ну просто чудо. Ну чудо прям, ребята. Ставьте лайки, кто обожает исландских лошадок. И обязательно напишите, если вдруг каким-то образом после этого видоса вы побежали покупать себе исландскую лошадку. Ну а если вы побежали покупать Клэйды с Далей, я лично буду в огромнейшем шоке. Хотя вот, насмотревшись таких видеопокупок, сразу начинаешь хотеть практически любую лошадь, которую покупают в таких видео. Так, а вот что Сильверсторму подобрать? Благо, нагавки ему не нужны, но все равно надо помучаться немножечко с амуницией. Ну и все. Ну красавец. Ой, ну... Я влюбилась. Я влюбилась без обид в мой Клэйды с Далей на моем аккаунте. Но, если честно, меня поражает то, насколько влияет различие наших с вами персонажей. То есть на основном аккаунте я вот эту масть на самом деле вообще не любила. Я ее не особо так и признавала. А здесь прям даже завидно становится. Так, в общем, лошадки подготовлены. Мы счастливы. Мы купили. Ничего лишнего не потратили. А теперь осталось только связаться с хозяйкой и записать реакцию на ее новых лошадок. Так, ну что, я купила тебе двух лошадок. Мне уже страшно, если честно. Я уже пыталась сидеть за все эти дни, скажу честно, ломала уже голову. У меня есть предположения. Но я пошла на этот шаг. Мне очень просто интересно. Я, честно, не знала, но это от себя на кого купить. И вообще, в принципе, кто мне мог быть на самом деле именно в данный момент нужен. Потому что СК есть. И не знаешь, на кого, честно говоря, потратить. Поэтому мне хотелось попасть в тебе видео. И заодно посмотреть со стороны. Ну, как бы даже... Мне нравится твой вкус, Даша, честно. И мне вот интересно, кого ты мне купила на мой акшн-клоп. Даже очень волнительно, честно. Спасибо, конечно. Я могу тебе пока что дать пищу для размышлений. Так. Не, у меня размышления есть. У меня есть. Но я думала и про многие породы, которых у меня как бы есть, но как бы и нету. Про те хроши или масси, те или иные, которые могли бы, может быть, быть. Но, значит, здесь слишком много. И достаточно много пород. Поэтому, блин, как-то тяжело. Все равно невозможно догадаться. В любом случае, это будет шоком. Я так думаю. Ты готова? Да. Какой-то страшный. О, боже. Я иду шажочком, не спеша. Мне страшно кого ожидать. Что-то тут так много персонажей. Блин, серьезно? Блин, я уже узнаю всего персонажа. Это, блин, я не знаю, на эту породу я честно, я не могла предположить. Боже мой. Блин, но светло-серых я люблю лошадей. Но он не светло-серый, он серенький. Серенький с... да, с такими-то... с отмеченными. Блин. Я могла предположить, что, может быть, будет либо шайр, либо ты мне купишь першерона в дополнение к моим. Ну, я навряд ли думала, что ты ордена купишь, потому что у меня уже два на аккаунте есть. А тут, о боже, я о нем вообще не думала, что я его буду когда-то, когда-либо куплю. Вот именно, вот вообще, в принципе, эту породу даже. Ну, выбор очень интересный, мне нравится. Знакомься, это Сильвер Сторм. То есть это серебряный... Шторм. Серебряный вихрь? Серебряный шторм или серебряный вихрь? Но ему имя подходит. Это жеребчик. Ммм, хорошенький. Я думаю, мы с ним подружимся, но выбор очень интересный. Так, готова? Да. Я иду. Я не знаю. Мне уже страшно. Если со стороны увижу. Кто это? Кто меня ждать? Блин, я уже вижу! Ну, у меня было предположение. У меня было предположение. Вот, кстати, Исланда. Я хотела как-то. У меня крутилась в голове мысль покупка Исланда. Только я не знала, какой мастер выбрать. Знакомьтесь, это... Но он хороший. Это Аврора Уиздум? Или же... Господи, а я забыла. Как я ее назвала? Аврора... Мудрость Авроры, вот. Но имя интересное. Он такой хорошенький. Блин, они такие плюшкие. Я подумывала о покупке. Я предполагала. У меня, кстати, было предположение. Либо покупка Исланда. Возможно, потому что Исланда у меня не было. Либо у меня была мысль. Я не знаю. Покупка английской чистокровной. Ну вот, почти половина моих мыслей было о покупке английской. Потому что, когда я тебе сказала о том, что персонаж хотел бы заниматься дальнейшим конкуром и выиской, я думала, что ты зайдешь на аккаунт и такая скажешь, типа, а как это так, что у тебя нет английской чистокровной, хотя ты живешь в виноградниках. Как такое может быть? По итогам оказалось, что это не англичанин, а исланд. Но исланд очень красивый. Очень. То есть одна из тех мастей, которые мне нравятся. Он такой хорошенький. Нравится? Блин. Не, мне нравится. Он такой сладкая тоже булочка, как орден. Он такой пушистый. Хорошенький такой. Он такой маленький, миленький. Такая бусечка. Ура, с первым с лошадкой угадали. Не, ну, блин, я обычно ставлю всегда персонажей рядом с лошадью. Вот мне чисто интересно со стороны посмотреть, они так... Ну, не вместе они так мило смотрятся, они так хорошо смотрятся. Ну, в этом плане, блин, ну, не прогаданы вообще. Очень хорошо. Хороший выбор. Спасибо тебе, Даша. Огромное, мне нравится. Спасибо. Так, теперь следующий. Клэда сдали. Сейчас выходим. О, боже мой. Ой, ну, красота. Поздравляем. Ну, непривычно, это точно. Потому что как-то привыкшая к Шайру... Видите, ой, боже, и дыбы неоплечны. Привыкшая к Шайру, першков, но просто надо еще время адаптироваться к новым лошадкам, к конюшне. И когда они появились, именно покупала не ты, а кто-то другой. Ну, это немножко не те ощущения, когда, ну, так спонтанно все. Но мне нравится. Это необычные такие ощущения. Да я даже не знаю, как их описать или передать. Сейчас это прочувствовать надо всем. Попробовать хоть раз, вот так вот довериться человеку и купить. Как бы вот такую, да. Просто предоставить человеку выбор. Купить вот так вот рандомную эту лошадь. Предоставить чужому человеку со стороны посмотреть, кто тебе нужен. Я, когда сдали, вообще, если честно, я собиралась его покупать, потому что мне как-то сама по себе порода по сравнению с другими тяжиками не особо нравится. Но, как говорится, почему нет? Ну, хорошенький. Спасибо, можно обращаться. И еще за покупкой рандомной лошади. Не одной, а можно даже две-три. Внутри уже много. Я тебя напугала сегодня. Нет, это сложно было. Да, я как бы рассчитывала на одну лошадь, а тут такая две. Я думаю, мама, кого брать-то? Но на данный момент надо было вот именно тех, кого либо вообще не было, либо в дополнение к тем, кто уже есть. То есть покупка удалась. Да, покупочка удалась. Какое счастье. Мы поздравляем Диану Love Dawn с новыми лошадками. Желаем им удачи в прогулках, в прокачке, в тренировочках, в угощении яблочками, морковочками. Пусть Диана именно наслаждается от души по полным. Мы ей желаем и лошадкам удачи. Безумно радуемся, что покупочка удалась. Это прям очень было тяжело. Тем более впервые, вот буквально за полчаса до начала съемок, мне сообщают о том, что... А купи-ка ты мне две лошадки, пожалуйста. Это прям выбивает из колеи. Ну а на этом видео подошло к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам данные породы. Подходят ли они к данной хозяйке. Мне кажется, очень. По крайней мере, хозяйка осталась довольна. Ну и если, конечно же, хотите тоже от меня покупочку лошади, пишите в ЛС, либо в Телеграме, либо ВКонтакте. Там у меня сообщения открыты и всегда доступны. Ну а на этом все. И мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!